Гипокалиемия. Концентрация калия ниже чем 3,5 ммл. Возникает при потере жидкости желудочно-кишечного тракта, при длительном лечении диуретиками, при стрессовых состояниях, уменьшении потребления калия, продолжительного ацидоза или алкалоза, при длительном введении стероидных гормонов, при хронической почечной недостаточности, стадии полиурии. Гиперкалиемия. Это когда концентрация в плазме калия больше 5,5 ммл. Причины. Острая или хроническая почечная недостаточность, острая дегидратация, обширные травмы, ожоги, тяжелый метаболический ацидоз и шок, быстрое введение концентрированных растворов калия. Кальций. Содержится в 98% кальция, содержится в костях. Кальций участвует в мышечных сокращениях, высвобождении нейромедиаторов и гормонов, свертывании крови и метаболизме костной ткани. Суточная потребность в кальции 680 мг. Экскреция через почки 100 мг в сутки. В плазме находится 8,5-10,5 мг на 100 мл. Нарушение кальциевого обмена. Причины. Гиперпартииоз. Злокачественные новообразования. Передозировка витамина D. Туберкулез. Длительная иммобилизация. Тереотоксикоз. Надпочечниковая недостаточность. Клинические проявления гиперкальциемии. Анорексия, тошнота, рвота, слабость, полиурия, раздражительность, сонливость, спутанность сознания, кома, нередко артериальная гипотония. Лечение. Требуется немедленная коррекция. Наиболее эффективный форсированный диурез до 200-300 мл в час. Иногда глюкокортикоиды. Гипокальциемия наблюдается при гипопаратириозе, сепсисе, ожогах, дефиците витамина D, хроническом панкреатите, почечной недостаточности, печеночной недостаточности, жировой эмболии, массивном переливании крови. Признаки гипокальциемии. Парастезии, спутанность сознания, ларингеальный стридер, судороги, спас жевательных мышц, повышение возбудимости миокарда. Лечение. Инфузия хлорида кальция 3-5 мл 10% раствора или глюканат кальция 10-20 мл 10% раствора. Благодарю за внимание. Продолжение следует...